Новости продолжают эфир канала Хабарх24 в студии. Работает Вера Захарчук. Здравствуйте. В полиции Октябрьской области прокомментировали ДТП со школьниками, в результате которого скончалась несовершеннолетняя девочка, а четверо других пассажиров оказались в больнице. Один из пострадавших в тяжелом состоянии. Авария произошла накануне вечером на четвертом километре автодороги Шалкар-Базой. За рулем внедорожника находился 15-летний подросток. Он не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась. По факту аварии начато досудебное расследование. Многоэтажка обрушилась на юго-востоке Турции. Этот дом оказался сильно поврежден из-за землетрясения 6 февраля. Момент обрушения попал на видео уличных камер наблюдения. Сообщается, что ранее жильцы из здания были эвакуированы. В нем не было ни электричества, ни газа, ни водоснабжения. Тем не менее, одного человека пришлось вытаскивать из-под завалов. Сейчас там продолжаются поисково-спасательные работы. Не исключено, что под обломками есть еще люди. Тем временем число жертв землетрясений в Турции достигло почти 46 тысяч человек. Об этом заявил на брифинге глава МВД Сулейман Сойлу. По его словам, число авторшоков за почти месяц превысило 13 тысяч. Он отметил, что работы по сносу поврежденных зданий идут одновременно с разбором завалов. В частности, в Антаке разрушено более 58% зданий. Единовременное пособие в 10 тысяч лир или почти 230 тысяч тенге получили более миллиона семей. Напомню, землетрясения произошли в Турции 6 февраля. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах. Правоохранительные органы Австралии совместно с коллегами из США накрыли крупнейшую партию наркотиков в истории. В ходе международной операции изъято около 2,5 тонн кокаина. На черном рынке стоимость такой партии оценивается почти в 700 миллионов долларов. Местные власти сообщают о причастности мексиканского картеля к поставке груза в Австралию. По данному делу задержаны 12 подозреваемых. Лед вокруг Антарктиды растаял до рекордно низкого уровня. Об этом сообщает издание The Guardian. Площадь ледяного покрова вокруг континента сократилась почти на 2 миллиона квадратных километров. Это минимальный показатель за 44 года спутниковых наблюдений. В прошлом месяце подобные антирекорды фиксировали дважды. Отмечу, что по мнению ученых, истончение морского ледяного пояса Антарктиды грозит повышением уровня мирового океана. Департамент ПЧС Алматы предупреждает о лавинной опасности. По информации, в период с 5 по 7 марта в бассейнах рек Большой и Малой Алматинки возможен сход снега. Спасатели рекомендуют в ближайшие дни воздержаться от похода в горы. А в случае непредвиденных ситуаций обращаться за помощью по номерам 112 и 109. Там холодно стоит. По просьбе жителей в областном моцентре начнут строительство пешеходного моста через канал Казалжарма. Переправу построят в микрорайоне Бытирек, где живут больше 10 тысяч человек. В целом, на модернизацию инфраструктурных сетей города из республиканского бюджета выделят порядка 50 миллиардов тенге. Согласно экспертному заключению, на строительные работы отведено 12 месяцев, но мы планируем сдать мост раньше срока. Примерно в августе этого года. В Индерском районе Атаравской области успешно развивают предпринимательство. Сельчане активно участвуют в государственных программах, пользуются льготными кредитами и ставят на поток свой бизнес. Подробности у наших корреспондентов. Разведение перепелок житель села Куктугай Нурлбек Байкуатов начал заниматься в 2021 году. На первом этапе приобрел всего 30 птиц. В течение двух лет количество пернатых, отличающихся высокой яйценоскостью, достигло 600 единиц. Останавливаться на этом предприниматель не собирается. Планирует участвовать в государственных программах и расширить семейный бизнес. Сейчас государство очень хорошо поддерживает начинающих предпринимателей. И этим надо пользоваться. К примеру, я хочу представить свой бизнес-проект на конкурс безвозмездных грантов. Если выиграю миллион тенге, хочу улучшить условия содержания птиц, расширить пространство и увеличить поголовье до 2000 единиц. Свой бизнес на селе успешно развивает и Батаржан Наурсбеков. Два года назад мужчина принял участие в конкурсе государственных грантов. Полученные финансовые средства потратил на приобретение оборудования для стирки ковров. Оказывает услуги для жителей Индерского и Махамбетского районов. Обеспечивает работой нескольких сельчан. В 2021 году я подал заявку на участие в конкурсе государственных грантов. Выиграл 3 миллиона тенге и привез в Турцию современное оборудование для стирки ковров. Как и обязался, трудоустроил у себя 5 человек. Работаем в хорошей команде. Если молодежь занимает себя современными направлениями в бизнесе, то люди постарше предпочитают вести традиционное хозяйство, отмечают госслужащие. Выращивают домашних птиц, мелкий и крупный рогатый скот. Сельчане активно пользуются мерами государственной поддержки. Знают, насколько это выгодно. Выигрывают гранты, берут льготные кредиты. Успешно ведут свои дела. Специалисты отмечают, что если раньше молодежь из села уезжала, то сейчас понимают, где лучше, выгоднее и эффективнее расти. Стремится наладить не только свою жизнь, но и принести пользу для общества. Айсул Махмутова, Асланбек Шигар, Амантай Матенов, Жандос Рахметуллин, Хабар-24, Атараусская область. Учащиеся сами шьют школьную форму в Акмолинской области. В одном из учреждений образования наладили пошив одежды для учеников с нулевого по первой классе. Кроме этого, дети занимаются моделированием сценической одежды и других предметов быта. А еще при школе открыли теплицу, где ребята выращивают овощи. В необычной школе побывала наша съемочная группа. Обычный школьный кабинет технологий больше напоминает швейный цех. Современное оборудование позволяет старшеклассницам за пару дней превратить куски материи в предметы быта или одежду. Именно здесь юные рукодельницы в прошлом году сшили почти 15 комплектов школьной формы для учеников подготовительного и первого класса. Очень молодая аренда. Ученицы сняли размеры с первоклассников, затем подобрали нужные материалы, подготовили эскизы. И с помощью швейных машин они сшили костюмы и брюки для детей. Если будут материалы, планируем продолжить паши формы для школьников. Но на этом мы не останавливаемся. Сейчас они шьют сумки, сценическую одежду для мероприятий, готовят изделия в качестве подарков. По словам учителей, школьницы проявляют большой интерес к швейному делу, поэтому после уроков они спешат на дополнительные занятия. Нас научили пользоваться машинкой. Как правильно заправлять ниткой, например. Делать вот эти вот, как я и сказала, выкройки разные, делать шаблоны, вот это вот все прорисовывать. Это мы все научили нас. Я считаю, у того, кто шьет, должно быть качество трудолюбия, то есть ему должно нравиться это дело. А также должно быть терпеливо. В этой школе не только шьют, но и выращивают овощи и зелень. Это удалось благодаря открытию теплицы, которую сейчас готовят к весенней рассаде. На уроках биологии ученики отбирают семена к посеву. Будущий урожай направят в школьную столовую. Ребята очень хорошо привыкают и учатся что-то делать своими руками, приобретать уже какие-то первые навыки профессии, которые им интересны в будущем. Например, вот опять-таки швей, дизайнера, одежды. У нас еще очень много различных таких идей, как проекты моделирования, например, уличной мебели, YouTube-каналы, в общем, детям очень нравится. Всего школьники с помощью меценатов намерены реализовать 15 подобных проектов. Каждый из них тщательно разрабатывается. Теперь такой положительный опыт планируют внедрить и в другие школы Буландынского района. Аслана Буталипов, Евгений Шинкаренко, Акмолинская область, Хабар, 24. В Искаменогорске нашли способ справиться с дефицитом механиков и слесарей в автобусных парках. Теперь к ремонту общественного транспорта в областном центре привлекают осужденных. И им работа, и городу польза. С одной из компаний департамент уголовно-исполнительной системы региона сотрудничает уже 14 лет. Анна Лисенбердина расскажет. Айдан Адима в колонии-поселении пятый месяц. Из них три работают в автопарке. Помогают чистить моторы, разбирать их, учатся на автослесаря. Главное, есть заработок на погашение иска. Это возможность быстрее выйти на свободу и дальше не остаться без дела. Для себя работаем, учимся. Это принадлится в будущем. Даже кто-то захочет, например, работать дальше. Поэтому уже практика есть. В любое место можно зайти или здесь остаться на работе, работать. Тем более, что уже есть примеры перед глазами. С этим автопарком департамент уголовно-исполнительной системы области активно сотрудничает еще с 2009 года. За это время работу здесь нашли более 500 человек, которые смогли даже за решеткой научиться новой профессии, а некоторые потом построили карьеру в этой сфере. Это очень хороший мотив. После освобождения у нас есть осужденные, которые после освобождения остаются работать в данной организации и доходили до заместителей директора. Сейчас здесь трудится 13 человек. В других автопарках тоже от 10 до 20 осужденных. Ежедневно их забирает специальный транспорт. Работы здесь много. Поломки на линии не редкость. Это живая техника. Сегодня работает, как человек шел, поскользнулся, упал, очнулся гипс. То есть так же и автобусы выехали на линию. В непредвидимой ситуации всяких бывает ломаются. Но если нет, допустим, автобус не поломался на линии, ребята занимаются смазкой автобусов, которые стоят, допустим, на выходном или нет. То есть работа не обеспечена. А с этого года осужденные ремонтируют не только автобусы, но еще и трамваи. Анна Лесенберг, Нижегор Ваканов, Усть-Каменогорск, Хабар, 24. На 8% выросла статистика раннего выявления онкозаболеваний в Октябрьской области благодаря внедрению современных методов диагностики. Не последнюю роль играет и сознательность населения, говорят врачи. Люди стали чаще посещать поликлиники, интересоваться состоянием своего здоровья и активно проходить скрининги. Айсулу Махмутова с подробностями. Боли в желудке и 69-летнюю жительницу Ак-Тубе Любовь Мамедову стали беспокоить в конце прошлого года. Жалобы женщина незамедлительно обратилась к участковому врачу и сдала необходимые анализы. Результаты оказались неутешительными, но вполне обнадеживающими. Медики выявили колоректальный рак второй стадии. Спустя месяц пенсионерки сделали операцию, а сейчас уже готовят к выписке. Конечно, операция была очень сложная. Семь часов делали. Спасибо хирургам нашим. Здесь очень хорошие специалисты высшего класса. У них большой опыт. За счет них я хожу здоровой. Бесплатные скрининговые исследования сегодня проводят во всех поликлиниках области. На осмотры приглашают актюбинцев старше 30 лет. К кабинету врачей выстраиваются огромные очереди. У посетителей берут необходимые анализы. При выявлении каких-либо отклонений от нормы направляют к узким специалистам. Люди понимают, что нужно проходить. И они с каждым годом все активнее приходят. И выявляемость есть. За два месяца выявлено два положительных гемокультетеста. Но среди них онкологии нету. Есть геморрой. Среди маммографии тоже активность хорошая. Люди с удовольствием идут. Потому что очень много у нас выявлено мастопатии. Мастопатия наблюдается каждые два года. За два месяца уже 96 человек у нас прошли маммографию. М1, М2, выявлено М4, М5. Такого у нас пока нет. Благодаря проведению скрининговых исследований и бережному отношению актюбинцев к своему здоровью, в регионе выросла статистика раннего выявления онкологических заболеваний. Из 3000 человек, состоящих на учете в онкоцентре, у 30% диагностирована первая и вторая стадии рака. Больным назначен полный комплекс необходимых процедур. Безусловно, количество заболеваемости у нас растет. Опять-таки это связано с внедрением методов диагностики, современных методов диагностики. То есть улучшилось. Во-вторых, это сознательность пациентов. То есть они уже начали доверять, участвовать в этих скринингах. Ранняя диагностика – это залог того, что мы можем победить онкологию. Лет 10-15 назад уже опускали руки, скажем так, условно. То сейчас мы уже можем позволить себе сказать о выздоровлении даже. По словам медиков, первое место как в структуре заболеваемости, так и среди причин смертности сегодня занимает рак желудка. Также часто злокачественные новообразования выявляют в легких и молочной железе. Айслу Махмутова, Булат Молдагалеев, Октубе, Хабар-24. Звезды мирового балета крупнейших европейских театров выступили на столичной сцене. Вечер классического балета был посвящен приближающемуся международному женскому дню. Артисты Королевского театра Ковенгарден, Английского национального балета, Баварского государственного театра, Голландского национального балета и Российского большого театра показали свои шедевры. От классики до ультрасовременных постановок. Некоторые, кстати, казахстанский зритель увидел впервые. Для меня это очень волнительно, потому что я впервые в Казахстане. Мне очень приятно здесь находиться, танцевать для вашей публики. Это впервые, впервые. И я говорю, мне очень приятно, очень неожиданно получить было такое приглашение. Я моментально согласилась. Фонд Казалардинского областного историко-краеведческого музея пополнился копией дамбры известного казахского композитора Экюши Казангапа Тлеббергенула. Он является автором 124 кюев. В числе самых известных Ногайский Жоркюй, Жоркюй Бекета и Кюй, посвященный событиям 1916 года. Копию дамбры Казангапа создали музыканты региона. По словам экспертов, ценная реликвия практически не отличается от оригинала, который хранится в Алматинском музее народных музыкальных инструментов имени Ихлас. Копия дамбры изготовлена специально по нашему заказу. Сделал ее местный мастер. Весит инструмент 400 грамм, а его длина 91 сантиметр. Мы уверены, что этот экспонат станет бесценным наследием нашего легендарного предка и внесет в свою лепту духовное развитие подрастающего поколения. Видный парень. Самый высокий житель области Абая живет в Кокпектинском районе. Его рост 2 метра и 2 сантиметра. Выдающиеся данные помогают 47-летнему мужчине как в быту, так и в работе. А всем утешиво расскажут как. Станислав Лешников самый видный парень в селе. Профессионал своего дела. Почти 25 лет он работает машинистом насосной станции. Коллеги признаются, иметь на работе такого высокого сотрудника очень удобно. Станислав может дотянуться до чего угодно. Однако есть и свои минусы. Спецодежду таких больших размеров не шьют. Особенно тяжело найти обувь 47-го размера. У нас был случай, когда даже мы понесли размер, они сказали, что такого нет. Я лично сам сфотал, видео. Да, нам не поверили. Просто очень ответственный человек. Работает человек на совесть. Никаких проблем нет. Активно расти Станислав начал с подросткового класса. Ближе к окончанию школы вырос до 197 сантиметров. В 37 лет он достиг своего пика 2 метра 8 сантиметров. Но с годами стал ниже. И теперь его рост остановился на отметке 2 метра 2 сантиметра. Эти гены, говорит мужчина, передались ему от прадеда. Высокий рост – это всегда красиво. Девушки любят, женщины завидуют, как бы сказать. Ну, я не имею ничего против невысоких людей, потому что сам такой. Мне нравится быть таким. Когда приезжаю в город, например, в Ускаменногорск, В свободное время мужчина занимается спортом. Станислав счастливо живет в браке и воспитывает двух детей, которые тоже переняли особенный ген своего отца. А с имутеш вами идет Мирханов. Хабар, 24, область Абай. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok